всем привет сегодня предлагаю вам связать манишку которая подойдет как для женщин так для мужчин так и для детей это очень удобная вещь также как идея подарки вещь нужная красивая и теплая я буду вязать манишку на мужчину на размер головы 60 на обхват головы для того чтобы начать расчеты нам нужно всего лишь один размер это обхват шеи обхват шеи мы можем взять 15 20 процентов от обхвата головы плюс водооблегание у меня это 19 процентов я вижу манишку поплотнее конечно же прежде чем начать вязание вам нужно связать образец тем узором которым вы будете вязать манишку и сделать замеры меня плотность в одном сантиметре полторы петли и два ряда в высоту 49 мне нужно умножить на полтора чтобы узнать какое количество петель мне набрать у меня будет 73 5 я округляю до 74 здесь число должно быть четное потому что мы будем вязать резинкой горловину два на два или один на один неважно главное чтобы было четное количество петель и плюс 1 петля для соединения вязания в как я буду брать на рекламные линии потому что мы будем манишку вязать регланом по одной петле то есть всего у меня будет 4 регланных петли семьдесят четыре петли это общее количество я отнимаю 4 рекламных петли мне будет 70 петель которые мне нужно разделить на петли переда спинки и рукавов у меня получается 2323 и по 12 на рукава теперь нам нужно вышлить росток росток я беру приблизительно 5 сантиметров больше вам не нужно если для детей можете брать 2-3 сантиметра для женщин 4 вполне тоже хватит 3-4 сантиметра так как я вижу манишку на довольно крупного мужчину я возьму 5 сантиметров 5 сантиметров мне нужно перевести в ряды видим что плотность у нас два ряда в высоту мы просто переводим ряды 5 сантиметров умножаем на два ряда у нас были 10 рядов 10 рядов мы делим на 2 потому что мы будем делать в каждом втором то есть лицевом ряду прибавки всего нас получается 5 обратно поворотных рядов вот такой вот манишку я изобразила она мне будет с узором чтобы выделить спереди из лицевых вытянутых петель и еще я буду делать имитацию петлевки также мы свяжем фиксированный отворот и горловину резинкой один на один у меня вот такая вот пряжа 218 метров в 100 граммах состав у меня здесь 80 акрила и 20 шерсти если у вас есть такая пряжа берите ее либо же любую другую которая вам нравится вот 164 175 это наверное цвет вот состав рекомендуемые спицы номер 5 да как я вижу плотная возьми возьму четверочку меня спицы номер четыре пони круговые на леске 40 сантиметров этого нам будет достаточно и давайте приступим к работе мы набрали 74 петли плюс одну для соединения в круг перевернули лицевой стороной вязание вот нас нить которая заканчивается и мы будем продолжать вязать естественно в эту сторону влево нам нужно соединить вязание в круг для этого нам нужно повернуть лицевой стороной вот здесь такая вот видите красивая косичка с другой стороны будут такие волны это изнаночная это лицевая сторона для соединения петель в круг нам нужно вот эту вот снять а эту первую на нее надеть стараемся сделать аккуратно вот и переодеваем снова на эту спицу назад подтягиваем все вот затянули это у нас будет первая петля надеваем маркер и продолжаем точнее начинаем вязать первая лицевая изнаночная лицевая изнаночная и вот в таком духе мы продолжаем вязать метров резинкой один на один если у вас два на 2 то даже 2 на 2 главное чтобы вас для резинки было четное количество петель у нас здесь по краю идет красивая резиночка это у нас такая косичка это у нас лицевая сторона теперь нам нужно связать фиксированный отворот вывязывать мы будем его таким образом чтобы у нас вот это вот осталась часть лицевая с лицевой стороны а то что мы не вязать дальше вот так вот было внутрь вот так вот отворачивалась внутрь туда поэтому нам нужно вязать отворот с учетом этого и как мы будем вязать нам нужно 4 ряда провязать одинаково это в круговом вязании таким образом изнаночную петлю мы снимаем не провязывая нить перед работой лицевую провязываем изнаночную снимаем лить нить перед работой лицевую провязываем таким образом мы провязываем четыре ряда потом пятый ряд может начинаем вязать обычную резинку провязывая все петли лицевые лицевыми изнаночные изнаночными ну вот мы с вами сейчас находимся то месте где мы уже закончили вязать горловину и сейчас мы будем провязывать с вами имитацию кедровки перед тем как вы начнете переход на ложную кедровку нужно проследить за тем что у нас отворот будет в какую сторону вот у меня получается он внутрь и мне нужно начинать вязание перевернув его в обратном положении то есть в обратную сторону назад начать вязать ряд для этого мне нужно сделать петлю с обвитием вот мы вяжем вяжем потом разворачиваем вязание в последнем ряду резинки перед тем как начинать первый ряд пола резинки и вот таким вот образом мы обливаем петлю то есть мы накидываем на нее то есть мы снимаем петлю накидываем на нее ниточку сзади возвращаем чтобы здесь не образовалась дырочки и начинаем вязать ряд в обратном направлении вот только после этого мы начинаем вывазывать ложную китровку для этого мы берем спицы на размер побольше минимума на пол размера я вот сейчас эту спицу оставлю это мне четверка беру пятерочку это у нас начало ряда и мы делаем таким образом 3 4 ряда прораживаем сейчас имитации пола резинки для имитации китровки делаем накид вот так вот вот себя и все петли провязываем лицевыми накид лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая здесь важно следить чтобы вот эти петли были не перекручены не зовут эту стиль провязываем а за заднюю чтобы петельки легли ровно накид лицевая за изнаночными тоже следим чтобы мы провязывали за эту стенку а за вот эту чтобы петля была развернута вот на протяжении того как мы будем провязывать имитацию но все время должны следить за тем чтобы петли ложились ровненько когда будет все красиво и изделие будет иметь завершенный красивый фабричный вид и красивую ровненькую кетлюлочку продолжаем таким образом до конца первого ряда сейчас мы находимся во втором ряду и удвоили количество петель вот мы в начале ряда и будем провязывать следующим образом изнаночную мы будем провязывать скрещенной чтобы у нас не образовывалась дырочки вот а лицевой мы снимаем нить за работой не провязывая изнаночную вот за переднюю стеночку мы будем провязывать точнее этот накид мы будем провязывать за переднюю стеночку а лицевую снимаем не провязывая нить за работой и на передний план у нас выйдут лицевые петельки немножко подтягиваем натуго не затягивайте еще раз накид мы за переднюю стеночку скрещенная вот так вот провязываем видите у нас теперь петелька образовалась немножко подтягиваем и снимаем лицевую не провязывая вот эту переднюю стеночку я придерживаю немножко пальчиком мы надеваем петлю и накидываем изнаночная лицевую снимаем не провязывая вот таким образом мы провязываем второй ряд итак у нас третий ряд и здесь мы меняем порядок действий то есть изнаночную мы снимаем нить перед работой не провязывая лицевую обычным образом провязываем следите за тем чтобы изнаночная вас плане перекручена тоже чтобы петля ложилась ровно вот изнаночную сняли лицевую провязали изнаночную вот она на должно быть развернута вот так вот мы ее снимаем лицевую провязываем тоже ровненько чтобы изнаночную сняли лицевую провязали изнаночную развернутую сняли лицевую провязываем так вяжем до конца ряда третий ряд готов и сейчас мы будем провязывать его также следующий 4 как и 2 этот четвертый ряд будет последний в пятом мы будем уже провязывать по 2 петли вместе переходя на основное полотно и так в четвертом ряду мы изнаночную провязываем лицевую снимаем изнаночную провязываем я вас прошу следите за тем чтобы петля была не перекрученной благодаря этому у нас получится красивое полотно изнаночную провязываем лицевую снимаем изнаночную провязываю провязываем изнаночную лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем лицевую снимаем нить за работой таким образом провязываем весь четвертый ряд мы сейчас в пятом ряду последним здесь нам нужно провязывать по 2 петли вместе здесь можно после этого ряда переходим на вязание основного полотна у кого узор то есть же будем разбивать петли на перед спинку и рукава но перед этим нам нужно уменьшить количество петель в два раза у нас вот было петля вот так вот сейчас если мы и провяжем за вот это вот стенку для вместе то она будет у нас развернута а нам нужно ее развернуть так как и вот эта петля видите она у нас расположены весь если мы будем вот так с привязывать нам нужно их развернуть чтобы они ровненько лежали видите вот эта петля развернута вот в эту сторону то есть если я его так провяжу с этой стороны я провяжу эту перекрученную петлю поэтому мне нужно ее развернуть и вот теперь вот так вот вместе провязать разворачиваю я надеюсь вам видно и все понятно где вместе вот так вот провязываем еще раз показываю ближе видите вот у нас эта петля повернута к нам а вот это вот наоборот развернута поэтому мы разворачиваем чтобы они лежали в одном направлении еды вместе провязываем переворачиваю не провязываем видите у нас вот эти петельки ложатся ровно и сзади у нас тоже петельки ложатся ровно с изнаночки вот таким вот образом мы провязываем по две петли вместе до конца это наш пятый ряд пола резинки но здесь небольшая такая имитация китровки если хотите можете еще пару рядов привязать провязать потом закрывать мне этого достаточно поэтому я буду заканчивать здесь также есть вариант провязывать заканчивая имитацию китровки провязывать изнаночными петлями то есть так самым разворачиваем две петли чтобы они лежали в одном положении провязываем их изнаночные петли тогда здесь у вас будет изнаночные петли как бы обрамлять китровку эту нашу можно если вы вяжете без фиксированного отворота то в принципе за этим следить нужно у вас все равно на какую сторону вы верните его на изнаночную как мы изначально написали у нас по 23 петли будет наперед и на спинку но для того чтобы нам связать росток сток обратно поворотными рядами и делать прибавки по спинке и рукавам поэтому нам нужно сейчас я не буду объяснять почему вы потом просто поймете когда я вам покажу нам нужно наперед прибавить 3 петли а на спинку пока мы заберем 3 петли поэтому получается что распределяем петли мы таким образом 20 на спинку 26 на перед и по 12 на рукава здесь мы разбиваем 12 петель 3 3 3 3 а вот эти три у нас уже пойдут по переду то есть первый ряд мы начинаем с этого места то есть первый ряд мы начинаем с этого места идем без прибавок так раз два в третьем ряду мы уже делаем прибавки три четыре пять шесть седьмом ряду мы сейчас тоже будем делать прибавки 7 8 и вот сейчас в девятом ряду мы разворачиваемся это же будем делать прибавки но уже и по переду потому что за 3 5 7 ряд мы 6 петель добавили по спинке то есть здесь уже 26 девятом лицевом ряду мы сейчас начинаем делать прибавки уже захватывая петли переда здесь прибавки 2 вдоль же главных линий здесь прибавки 2 вдоль же главных линий здесь 2 и здесь тоже 2 заходя уже сюда и здесь можно сказать у нас уже пойдет 10 ряд начинаем вязать в этом направлении 10 ряд на круговое переходим в одиннадцатом у нас будут прибавки в тринадцатом будут прибавки и так далее пойдем вязать можно сказать что у нас получилось 9 вот 10 ряд у нас будет без прибавок это тоже относится к ростку но он уже будет у нас круговой и в одиннадцатом уже полностью переходим на круговое вязание можно считать что росток закончен и идем вязать дальше до необходимой ширины плеча не забудьте учесть обвязку что это значит вот у нас ширина плеча мерочки нам необходимо будет снять но пока мы вяжем я просто немножко забегают наперед вам говорю чтобы вы учитывали то что если у вас допустим ширина плеча будет 15 сантиметров то и вы будете делать обвязку допустим 2 сантиметра то вам нужно учитывать что мы вывязываем вот так вот круговыми рядами всю манишку до тех пор пока мы не дойдем до 13 сантиметров именно ширины плеча плюс обвязка будет 15 сантиметров учитывать этот момент я распределила петли уже как и положено вот у нас регланная линия вот здесь у нас на схеме начала ряда обозначена итак мы сейчас провязываем первый ряд проходя петли часа позначиваем на схеме и так первый ряд нам нужно провязать из вот этого места где мы сейчас находимся 20 петель проходя еще три петли на третьей петле мы разворачиваемся без прибавок лицевой гладью вот нас регланная линия мы снимаем маркер мне такие маркеры ниточки мне так удобней и мы теперь должны дойти до третьей петли 1 2 3 петлю мы обвиваем то есть ниточку показываю как делаем обвите ниточку перекидываем вот так обвиваем петлю и снова надеваем ведь она у нас спереди будет разворачиваем наизнанку когда будем проходить следующий раз по этому месту мы ее провяжем это для того чтобы не было дырочки мы делаем петли с обвитием первый ряд мы провязали разворачиваемся просто вяжем изнаночный второй ряд до вот этого места 3 петли провязываем то же самое только с другой стороны и мы также будем разворачиваться провязали вот наше начало ряда теперь согласно схеме мы провязываем 3 петли точнее 2 а третье мы обвиваем тоже только делаем обвитие наоборот наперед перекидываем вот так обвиваю петельку назад надеваем разворачиваем вязание на лицевую сторону ведь у нас петля обвитая получается вот мы затягиваем чтобы не было дырочки если мы развернемся просто начнем вязать у нас получится такая дырочка будет видно как ступенька а теперь нам нужно отметить на схеме что мы провязали уже здесь и вот здесь сейчас мы начинаем вязать третий ряд вот из этого места до вот этого 2 разворота это будет 3 лицевой ряд и он у нас будет с прибавками так начинаем вот первую прибавку мы делаем по рукаву мы делаем вот так вот перекрещенную из протяжки с наклоном вправо вот регланной линии получается не главную линию вот эти марки рачки они из ниточек кстати не очень удобно и вот регланная линия маркер переснимаем и теперь накидываем вот так чтобы у нас петля была развернута в другом направлении влево вот центральной петли провязываем петли спинки встретимся на регланной линии и так мы находим до регланной линии и здесь нам тоже нужно в третьем ряду сделать прибавки вот так вот накидываем и вот в эту сторону чтобы она была развернута от регланной петли провязываем маркер переснимаем регланную линию провязывая маркер переснимаем и теперь мы подхватываем петлю вот так вот провязываем ее другую сторону вот видите петля будет так теперь мы провязываем 3 петли 2 вот третье у нас эта петля с обвитием мы просто это обвитие поднимаю накидываем на петлю и теперь нам петлю нужно развернуть вот так вот видите она к нам лицом вот так вот повернулась и под ней лежит с обвитием петля и мы 2 вместе провязываем и вы увидите что вот ну вот сейчас я провяжу мы будем видеть что ее просто вообще не видно и так вот у нас прибавка 3 петли и теперь еще 2 мы провязываем вообще-то 3 3 мы будем обвивать согласно нашей схеме 2 и 3 мы тоже самое вот так вот обвиваем спереди об ниточку накинули развернули и начинаем вязать снова четвертый ряд мы здесь вяжем уже без прибавок все на схеме себе не забывайте отмечать что вот здесь мы уже провязали сейчас мы будем разворачиваться в четвертый ряд идти вот в это место сейчас мы с вами находимся вот в этом месте где мы делали прошлое обвитие делали моего по лицевому ряду наши петли прибавки 1 2 вот она наша треть вот это обвитие с лицевой стороны я вам покажу что мы с ней делаем нам нужно сейчас я провязать мы ее поднимаем на спицу и изнаночной вместе с предыдущей этой петлей провязываем провязываем это три петли и теперь нам нужно еще три продвинуться на еще три петли раз-два и третьем еду тоже делаем с обвитием впереди вот накидываем это по и значной стороне мы так делаем и вот у нас разворачиваем и сейчас вам покажу то то место где у нас было обвитие петли не видно все у нас красиво видно вот у нас идет при бабочка а вот вместо где у нас была обвитая петля вот у нас все ровно красиво никаких лишних петель нет все у нас хорошо так это место нам нужно тоже отметить что мы здесь уже развернулись и это мы провязали четвертый ряд сейчас мы будем вязать пятый ряд с прибавками так при бабочка вот так вот накидываем об петля реглана снова прибавка и мы дошли до регланной линии теперь здесь мы тоже делаем прибавки вот таким образом накидываем про так что-то у нас некрасиво получилось таким образом накинули провязали пересняли ли главная линия здесь тоже накинули в другую сторону провязали теперь мы должны провязать вот три это у нас первая часть вторая часть 1 2 3 вот эта петля обвития у нас мы уже знаем что с ней делать просто надеваем ее на спицу а лицевой петлю разворачиваем лицом к нам две вместе провязали никаких проблем и следующая партия те 1 2 3 3 и так развернулись вот она у нас обвитая идем назад без прибавок на схемке не забываем отмечать что мы сделали уже третью третий разворот это получается у нас был пятый ряд и двигаемся до следующего места вяжем 6 изнаночный ряд до следующего места разворота подходим к концу 6 изнаночного ряда и доходим мы до того места вот эта страна мы провязали 2 группы по 3 петли изнаночных вот мы дошли этого места где у нас петля с обвитием мы и вот здесь вообще просто поднимаем и провязываем изнаночной и захватываем следующую группу из трех петель 1 2 3 3 мы не провязываем обвиваем с лица разворачиваемся на схемка себе отмечаем и сейчас будем вязать 7 ряд изнаночный после которого у нас уже будет 26 петель по спинке и мы будем провязывать четвертую группу из трех петель по рукава вот у нас петля обвития подняли лицевую развернули провязали и вот три последняя группа из трех петель 1 2 и третью нам нужно обвить вот мы ее делаем перед как раз рекламной линией висит на прибавку перед регланной линии по рукава мы не делаем разворачиваемся и вяжем до этого места где будет у нас следующий рукав заканчивается вяжем 8 изнаночный ряд просто изнаночными петлями мы дошли до следующего рукава у нас вот это вот петля сейчас обвитие на спицах и нам нужно провязать вот эту группу и также сама развернуться перед рекламной линией обвитие мы просто поднимаем на спицы провязали 1 2 и 3 и третью мы обвиваем уже привычным нам способом ведь и мы сделали последнюю группу перед рекламной линии разворачиваемся это мы провязали 8 изнаночный ряд вяжем 9 лицевой ряд и будем заходить уже вот сюда и так сейчас мы находимся в этом месте на регланной линии перед рекламной линии мы сейчас развернемся вот наша петля с обвития перед рекламной линии мы разворачиваемся мы будем провязывать все наши петли в этом ряду мы будем провязывать все наши петли без прибавок потому что тогда у нас будет по спинке больше петель нежели по переду не по рукавам не по спинке я прибавок в этом ряду не делаю вот мы сейчас проходим по спинке находим до 2 главной линии и здесь это же прибавок не делаю не по спинке не по рукавам нам нужно довязать нам нужно довязать до вот этого места и сделать здесь разворот что мы сейчас сделаем итак вот мы находим до регланной петли на перед ней у нас идет обвитие мы его накидываем петельку разворачиваем и провязываем так здесь мы тоже прибавку не делаем провязываем рекламную петлю здесь мы тоже прибавку не делаем 1 2 наша группа из трех петель третью обвиваю и разворачиваемся теперь нам нужно сделать то же самое с другой стороны сейчас сейчас мы были вот в этом месте теперь мы разворачиваемся и по изнаночному ряду доходим до вот этого места где мы делаем тоже где мы сделаем то же самое развернемся и уже здесь мы начнем прибавлять по всем вдоль всех регланных линий петли переход переходя на круговое вязание здесь у нас будет теперь начало ряда но пока мы развернулись и идем по изнанке и так мы нашли до вот этого места до регланной линии так петля события мы ее поднимаем провязываем петлю рекламную провязываем и теперь еще три петли 1 2 и 3 мы ее обвиваем и разворачиваемся это у нас был десятый ряд теперь мы переходим на круговое вязание и отныне у нас начало ряда будет здесь с этого места нам нужно повесить сюда маркер и сейчас мы начинаем делать прибавки уже везде вот по переду у нас прибавка 1 и так делаем вдоль всех регланных линий прибавки теперь дойдя до вот этого места где начинаются петли переда у нас уже по лицевому ряду здесь у нас нужно будет провязать сглаживающий как бы 11 ряд переходя на круговое вязание тем самым поднять вот эти петли с обвитием вот она у нас и вот она у нас тем покажу как красиво провязать и покажу какой у нас получился росток что эти петли бить и они совсем не видны теперь у нас по переду и по спинке будет одинаковое количество петель и так мы перешли на одиннадцатый круговой ряд и вот мы дошли до переда везде вдоль регланных линий мы сделали прибавки и теперь еще один такой момент так как по задумке у меня по переду идет узор из вытянутых петель я буду входить в хаотичном порядке делать узор из вытянутых петель в первом же ряду этом круговом и попутно я буду поднимать вот эти вот протяжки провязывать давайте мы с вами это вместе сделаем провяжем вот я провязала после регланной линии прибавку сделала 1 2 вот у нас петля события здесь мы делаем как обычно по лицевой стороне водокоп давайте вот следующую сделаю вытянутую петлю то есть мне нужно ее просто снять не провязывая и дальше раз я здесь считаю для себя приблизительно сколько я пропустила пить чтобы сделать следующую вытянутую петлю 1 2 3 вот давайте еще здесь сделаем четвертое будет раз-два-три-четыре-пять давайте шестую сделаем раз-два-три-четвертую давайте еще сделаем давайте пятую пятую сделаем раз-два-три-четвертую мы продажем а вот здесь у нас идет петля петля собите и мы должны ее поднять надеваемые на спицу как мы это обычно делали только она у нас должна быть перевернута вот так вот видите мы и так и должны надеть вот как бы лицом к нам и на нее мы разворачиваем и провязываем вот так вот так а вот это место уже у нас идет начало ряда нового и мы сюда одеваем желтый маркер я поменяю чтобы видеть что это у нас новое начало ряда и этот ряд мы уже привязываем без прибавок переходя полностью на круговое вязание следующем ряду где у нас мы снимали петли мы просто провязываем как обычно эти петли кто не знает узор из вытянутых петель провязывается один ряд снимаем нить за работа не провязываем а следующий ряд мы просто провязываем лицевой поэтому нам нужно отследить у нас будет такой хаотичный узор из лицевых петель будем еще местами прибавлять потому что кокетка будет расширяться и мы вот с краю будем еще прибавлять тоже в хаотичном порядке как вам нравится можете не прибавлять можете оставить только все петли которые вот тут от центра они будут идти сверху вытянутыми петлями и составляют и на ваше усмотрение мы переходим на круговое вязание я вам хочу показать какой у нас росток вот такой высоты здесь мы закончили вязать кетлевку вот у нас горловина раз вот такой росток по спинке получился вы в этот момент свертись пересчитайте петли ведь давайте вам разницу покажу вот у нас какая разница идет и это манишка должна хорошо сесть с ростком как раз все вяжем на ширину плеча с учетом того что у нас будет еще обвязка и так на данный момент у нас получается что мы сейчас находимся на петлях переда передней чем сейчас мы не учитывая регланной линии то есть мы на регланной петли не заходим а вяжем обратно поворотными рядами только по петлям перед вот такой вот у меня узор на данный момент получается такой фантазийный куда как идет такие посмотрю как получается в итоге в общем вяжем только петли переда продвигаясь на длину около 20 сантиметров привязывая петли переда обратно поворотными рядами мы будем в каждом этом лицевом ряду то есть каждом втором это мы будем по две крайние петли убавлять точнее крайним будем оставлять как кромочную а две вот эти вот мы будем убавлять наклоном к середине то есть этой стороны с наклоном вправо а с другой стороны с наклоном влево к центру и вывязываем на необходимую высоту таким образом привяжем еще один изнаночный ряд а в следующем начнем уже делать упавки также не забываем контролировать петли по узору вот у нас сейчас идет здесь косичка из петель вот у нас здесь снятая петля провязанная и сейчас нам будет снова нужно снять петлю для того чтобы у нас сохранился узор не провязаны проконтролировали все правильно идем дальше я вам напомню косички из вот этих вот вытянутых петель мы в одном ряду и провязываем другом ряду снимаем не провязывая поэтому с знаки мать момент контролируем но вот эти протяжки ориентируемся мы находимся в начале ряда мы не довязываем не трогаем рекламные петли а дальше действием таким образом мы провязали теперь развернулись первую мы сняли вторую тоже чему-то надеваем обратно первую мы снимаем как кромочную и провязываем с наклоном влево то есть центру дальше провязываем до конца ряда не довязывая 3 петли вяжем паузор в конце ряда не довязываем 3 петли до конца и нам нужно с наклоном туда к центру эти петли убавить то есть нам нужно их развернуть и провязать вместе лицевой с наклоном вправо вот таким образом кромочную мы провязываем тоже лицевой чтобы получалось косичка по краю по изнаночной стороне просто и снимаем вот так в следующем году мы провязываем без убавок не забывайте следить за узором по изнанке по лицу образом мы провязываем убавляя в каждом лицевом ряду на необходимую нам длину ну вот мы связали на данный момент по переду у нас 20 сантиметров в двух последних рядах я убавки не делала по краям теперь нам нужно обозначить снова углы то есть надеваем маркер и нужно поднимать нам петельки смотрите у нас есть косичка из крайних изнаночных петель вот она а вот есть еще одна косичка если будем поднимать из этих то у нас будет два раза меньше петель и вот этих вот кромочных нам нужно поднимать из этих тогда у нас будет нужное количество петель и так мы приступаем вот они туда я завела смотрите вот поп конечно лучше для этой цели взять крючок который без ручки так раз 2 ты 6 поднимаю в общем петли до этого упала подняли мы 22 петли и вот здесь я подниму еще одну чтобы не было дырочки здесь мне 22 здесь я сделаю из протяжки вот перекрученную еще одну подумал 23 следите за тем что у нас на следующий так это будет уже кромочная и перед ней надену маркер следите за тем что с другой стороны у нас должно быть такое же количество петель и забыла сказать что у нас на момент того как мы остановились вот в этом месте было 28 петель по переду так теперь мы провязываем лицевыми ряд дальше и я сейчас вам покажу места мы оставим там маркера на которых нам нужно будет делать прибавки по углам чтобы он был углы не закручивались это будет два угла по переду и два угла сзади будет мы по угла будем делать прибавки то есть по рекламным линиям перед и после чтобы у нас углы не закручивались и не скруглялись все петли провязываем лицевыми набираем новые петли с другой стороны встречаемся в новом нашем начале ряда то есть по другому краю могут набираем петли и здесь нужно повесить новый маркер здесь будет наше новое начало ряда не забудьте здесь сделать дополнительную чтобы не получилось дырочка ну вот мы справились у нас новое начало ряда мы его обозначили и сейчас покажу нужно сделать прибавки будем делать прибавки вдоль каждой рекламной линии но и по петлям сзади и по переду сзади у нас как раз таки регланной линии здесь у нас нет у нас есть углы поэтому сейчас вам покажу мы берем мы поднимаем петельку из протяжки и провязываем ее сейчас мы будем ряд провязывать изнаночными петлями потому что я буду делать обвязку платочной вязкой один ряд лицевыми 1 лет изнаночными вот мы прибавили петлю и весь ряд провязываем изнаночными вот этой стороны нам будет нужно сделать то же самое здесь перед регланной линии и после регланной линии мы из протяжки тоже будем делать прибавку будем делать это в каждом втором ряду через ряд я сделаю три ряда обвязки и четвертый ряд буду закрытие делать уже поэтому у меня получается будет два раза прибавки по углам следите мы за тем чтобы петли не перекручивались например вот у меня петля узора на перекрученная нужно провязать ее правильно и вот мы уже доходим до угла нашего мы берем протяжку между петель поднимаем петельку и провязываем ее изнаночной теперь провязываем регланную петлю не забудьте только что она у вас перед ней маркер ну либо с обеих сторон можете выделить и вот еще тоже между петель поднимаем петлю можно сделать вот так вот то есть косички с любой стороны вы можете сделать протяжку как вам удобно вот у нас еще одна появилась петелька также мы сделаем по рукаву по спинке еще раз по спинке еще раз по рукаву и вернемся в начало ряда в этом месте сделаем следующий ряд мы вяжем все лицевыми без прибавок третий ряд мы вяжем точно также как первый к сожалению последний ряд обвязки 4 я не засняла потому что я передумала и сделала обвязку крючком но схема полностью тоже и сейчас я вам покажу финальный результат как это выглядит давайте сделаем сейчас замеры чтобы вы могли ориентироваться по сантиметрам приблизительно если вдруг вы тоже вяжите на размер головы 60 вот у меня здесь семь с половиной сантиметров это у меня верхняя часть потом у меня идет 4 ряда это фиксированный отворот 4 ряда то мне идет фиксированный отворот давайте еще вот так вот померяем это же 7 7 7 с половиной почти сантиметр у меня идет 4 ряда вот как раз этот фиксированный отворот и здесь у меня еще идет 8 сантиметров до кетлевки кетлевка у нас тоже нет 4 ряда давайте замеряем ширину плеча 12 сантиметров это у меня идет до кетлевки и с учетом обработки края по переду замеряем длину 23 сантиметра это тоже у нас идет уже от кетлевки где заканчивается кетлевка и спинку давайте тоже замерим вот по спинке край немножко заворачивается здесь у меня ушел весь моток буквально вот до миллиметра вся пряжа ушла до сантиметра я провязала здесь один ряд столбик с накидом крючком ну вот немножко заворачивается на принципе в носке это не мешает можно попробовать зафиксировать и так высушить 15 сантиметров с половиной это у меня идет от кетлевки спинку по желанию вы можете сделать еще длиннее но тогда лучше делать еще уже ширину плеча то есть когда я вязала я и шла буля с каждой стороны по 2 петли через ряд до низу я дошла здесь у меня уже был закрытый край нижние вот эти петли у меня остались на спицах я набрала по кругу недостающие петли провязала край провязала еще пару рядов спицами а потом пошла уже закрывать все крючком по переду я провязала обратно поворотными рядами это начиная вот от этой части плеча сюда по низу и до этой части до передних регланных в общем вдоль передних регланных линий и вдоль петель переда я провязала три ряда спицами туда назад туда и начала уже вязать столбиком с двойным накидом обвязывать тоже вот эту вот часть переда дальше я закрывала столбиком без накида здесь сзади я сделала столбик с накидом сзади я провязала по спинке столбик с накидом тоже до от одной главной линии до другой регланной линии вот так вот и плечо тоже столбиком без накида просто закрыла хочу сказать начинающим вязальщицам что если вы не умеете например пользоваться крючком или не хотите также это касается не начинающих вязальщиц как альтернативный вариант закрытия края можно использовать платочную вязку ряда 34 обвязка не будет заворачиваться будет более эластичная потому что когда мы закрываем крючком кстати для тех кто закрывает крючком по вот этим углам нам нужно сделать еще по одной дополнительной петле чтобы у нас углы не стягивались у меня немножко фолдит край все-таки нужно его высушить зафиксировав я просто его постирала высушила после стирки кстати все было ровно гладко узор я кстати здесь использовала из вытянутых петель в таком хаотичном порядке как а вот оно шло так оно и шло как как мне хотелось так и перекрещивала уводила петли но все-таки центральную линию оставила ровно и по спинке узор никакого нет очень теплая хорошая манишка как нам подарок так и для ваших любимых мужчин чтобы им было всегда тепло уютно и комфортно вяжите не пожалейте я вас благодарю за внимание всем хорошего дня ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые мастер-классы а я с вами прощаюсь до следующих видео всем пока а